всем привет добро пожаловать мое парфюмерное видео сегодняшнее видео я хочу посвятить ароматам лета это те ароматы которые я с удовольствием ношу сама потому что они являются частью моей парфюмерной коллекции и вот сегодняшнем видео я решила поделиться ими с вами мое мнение менялась течение июня какие-то ароматы я вынимала из парфюмерного шкафа какие-то я оставила обратно вот мой парфюмерный гардероб все-таки менялся 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 и сейчас вот по итогам уже июль месяц мое видео выходит немного с опозданием но я думаю она все еще остается актуальным лето в разгаре поэтому летние ароматы никто не отменял и если вы уже покупали какие-то ароматы по моим описаниям по моим рекомендациям пожалуйста оставьте свой комментарий внизу под этим видео даже если ваш опыт был негативным все равно оставляйте свой комментарий пишите ваше мнение я буду очень вам благодарна за вашу обратную связь начну я свое видео с очень красивого парфюма мега женственного миловидного романтичного этот аромат я всегда ношу под блузку под платье иногда ношу дома я просто его вот нанесла на себя и наслаждаюсь ароматом для меня это ландыши это аромат джейло называется glow здесь ландыши к сожалению не заявлены здесь есть нероли апельсиновый цвет и шасмин тубироза роза ну вот ландыш здесь не заявлен хотя вот когда вдыхаешь этот парфюм слышится ландыши это букет ландышей собранный прохладным утром букет из белоснежных колокольчиков на которых блестит прозрачная прохладная утренняя роса аромат действительно очень очень миловидный красивый я его люблю он для меня знаете такая аромат ностальгия когда я его ношу он меня уносит в детство юность когда под нашими окнами цвели ландыши и мы открывали окно чтобы проветрить рано утром и вот поток свежего воздуха с ароматным запахом запахом ландышей он врывался в окно обожаю этот аромат кстати этому парфюм в этом году исполняется 20 лет представляете он был выпущен 2002 году 20 лет кстати это такая немаленькая дата если парфюм еще выпускается пользуется популярностью это говорит о многом и кстати я не только не только я слышу здесь ландыши также слышат мои знакомые друзья я распыляла очень многими спрашиваю что вы здесь слышите все в один голос говорят ландыши поэтому если вы любите ландыши ищите ландыши парфюмерии обратите внимание на аромат джейло glow очень миловидный флакончик матовое стекло единственная минус это вот это вот пластиковая крышечка но если не обращать на нее внимание то в общем и целом аромат очень красив и также аромат не менее романтичен это романс розе от ральф лорен люблю этот парфюм сейчас часто ношу его на работу наношу его на блузку кстати с белой блузкой он прекрасно сочетается этот парфюм будет радовать вас своим великолепным звучанием и виртуозным сочетанием цветов фруктов ягод мускуса зеленых нот бензо и на он великолепен имеет прекрасное звучание хорошую стойкость шлейф когда я в этом аромате не скажу что я получаю очень много комплиментов но когда я в этом парфюме я чувствую себя более женственной элегантной он не очень нравится здесь для меня грациозность и нежность шарм легкость магия статус ность он великолепен и если вам не нравится нота розы в парфюмерии тогда обратите внимание на его предшественникам это аромат романс и там уже конечно аромат чистоты и свежести аромат ухоженной женщины здесь все-таки он более нежный он более пушистый легкий женственный очаровательный все-таки он уходит более вот в эту сторону сейчас мне нравится более женственные ароматы нежели ароматы чистоты и свежести поэтому он в моей сегодняшней подборке хотя как вы заметите далее здесь также есть ароматы чистоты и свежести их никто не отменял они всегда остаются популярными как и вот этот парфюм кстати этот парфюм он универсальный на все случаи жизни если вы купите даже вот этот аромат романс розе вам нравится роза в парфюмерии то он может легко стать вашим парфюмерным я и трезор in love это также фруктовый вкусный аромат от бренда lancome это элегантное творение было создано домиником рапионом и вероник нюберг в 2010 году они создали кремовую нежность со слегка сладкими фруктами верхних нотах и базе на данный момент для меня это кремовый очень вкусный фруктовый аромат но иногда бывают конечно моменты когда он для меня открывается более старой школой здесь очень красивое сочетание нот но в зависимости от настроения от погоды он может открыться по-разному поэтому обязательно тестируйте обязательно тестируйте еще раз повторюсь потому что он может либо вам очень понравится либо наоборот оттолкнуть когда я тестировала трезор оригинальную версию он мне сразу не понравился и потом я также к нему уже не вернулась а вот трезор in love я первый раз протестировала была в полном восторге но когда его тестировала второй раз он мне не понравился а вот сейчас в июле он просто маст хэв обожаю очень элегантный мега женственный это пудровая дымка которая меня обволакивает обнимает и очень он мне нравится coach dreams это уже более современная версия аромат вышел не так давно был моим любимчиком до тех пор пока не вышел coach dreams sunset и тогда он не заменил этот аромат сейчас конечно я пользуюсь и тем и другим но в подборке у меня будет этот потому что этот все таки так как я сейчас ушла более такую женственную сторону мне нравятся более женственные ароматы все таки я выбрала этот аромат яркий позитивный лучезарный цветочный а также невероятно милые на протяжении всего звучание аромата он вызовет у вас только положительные эмоции все ароматы от этого бренда они женственные нежные легкие восприятие политкорректные и кстати уместные в любой ситуации ароматы от coach могут легко стать вашим парфюмерным я любой из этих ароматов вы покупаете и он впервые в мир в добрые люди вы уже не думаете что вам одеть а если вы уже не знаете что вам одеть вам просто хочется чистоты и свежести вот такой парфюм под названием cool cotton холодный хлопок всегда выручит вас в любой ситуации когда я не знаю что одеть я обращаюсь к этому парфюму это аромат чистоты и свежести с пудровым оттенком на мое мнение идеальный вариант для ежедневного пользования пахнет выстиранной и выглаженной одеждой знаете как говорят аромат белой идеально выглаженной рубашки таким он и является благодаря сочетанию зеленого яблока нот мимозы мяты бергамота цветов хлопка и других нот он у вас будет вызывать эти ассоциации очень мне нравится когда я не знаю что одеть я вот обращаюсь к нему освежающий бодрящий великолепный супер вариант для знойного жаркого лета у меня еще есть форм катан теплый хлопок но тот аромат мне не очень нравится я его использую конечно в более прохладную погоду это осень зима весна когда закончится тот флакон и я его уже повторять не буду а когда закончится вот эти 30 миллилитров я обязательно их повторю нравится мне этот аромат я от него вот в полном восторге действительно когда не знаете что одеть он будет великолепным как бы сочетанием дополнением любого образа он звучит одеждой которую вы выстирали и вы не кладете ее в сушку вы вывешиваете свою одежду белье на улицу еще можно его сравнить с альпами когда знаете в рекламе помните такие белоснежные простыни альпы снег все это настолько чистом с чистый хрустящий снег белоснежное белье вот такой рекламы у меня ассоциируется этот аромат очень красивый освежающий бодрящий не буду повторяться уже буду переходить к другому аромату это уже старичок моей коллекции покупала его лет девять наверное назад перед приездом в сша я купила еще один флакон про запас один я уже израсходовала и вот у меня остается пол флакончика это и клад фэм викинг от арифлейн тогда я покупала несколько ароматов и викинг я купила два флакона потому что я не знала будет ли он продаваться в сша или нет и кстати я извиняюсь но я не узнала продается ли он сейчас если он в продаже если вы знаете напишите пожалуйста в комментариях буду благодарна вам за эту информацию потому что аромат мне нравится очень его люблю он хотя не стойкий приходится обновлять его раза два три в течение дня но тем не менее он очень красивый комплиментарный и комплименты вы будете слышать и от мужчин и от женщин это великолепный утонченный и очень элегантный аромат я его обожаю всегда любила даже когда я продавала косметику арифлейм и иван а фармаси я любила ароматы от этих брендов всегда с удовольствием носила делаем огромную такую рекламу потому что я носила сама я озвучивала свое мнение хотя женщины и девушки иногда знаете вот говорили ты ее не слушай она просто хочет тебе продать втюхать но с другой стороны да я хотела продать эти ароматы и я высказывала свое мнение то что я не думала это не то что я носила нишу а продавала арифлейм нет те ароматы которые я продавала я их сама и носила также продолжаю носить я не думаю что иван арифлейм они похуже нет кстати хочу сказать что сейчас стойкость улучшилась раньше каждые четыре часа и обновляла этот аромат сейчас где-то через шесть часов очень хорошая стойкость но когда я уже перестаю слышать этот аромат тогда его обновляю а иногда я его просто обновляю слышу на себе и все равно обновляю это тот аромат который хочется слышать на себе постоянно он очень красивый мне нравится всегда получаю комплименты он обволакивающий нежный и если он еще есть продажи я обязательно его повторю раньше я также с большим таким знаете вот восторгом рассказывала о своих ароматах о том что я продавала сейчас я также хочу это делать я рассказываю об этих ароматах не потому что хочу их вам продать это мои ароматы которые я ношу и просто мне интересно вам мне вот есть желание рассказать со своей стороны со своей точки зрения потому что конечно у нас разные вкусы но тем не менее они прекрасны и если этот аромат я расхваливала раньше я говорила что он прекрасен и хочу сказать девушке женщины которые покупали этот парфюм они оставались довольны конечно на стойкость они жаловались но тем не менее сам аромат им очень нравился и они повторяли его повторяли и повторяли весь июнь я носила эйфория в оригинальной версии но потом я поняла что хочу аромат посвежее потому что несмотря на все комплименты на все отзывы об этом аромате я получала огромное количество комплиментов особенно от женщин мужчины также делали комплименты но уже немного поменьше а вот женщина конечно расхваливали этот аромат они когда слышали они спрашивали какой аромат на мне а дайте его протестирую потому что есть он у нас в продаже и конечно мне было очень и очень приятно но потом я поняла что мне хочется аромат более легкий на мне знаете такой более свежий и поэтому я решила поставить тот аромат на полку и вернуться к эйфорию блажь этот аромат конечно уже более легкая версия и намного отличается от оригинала парфюмерами этого аромата являются мужчины и они уж точно знали что их творение не оставит равнодушными мужское население к женщине пахнущий этим невесомым но в то же время сексуально манким ароматом здесь гармония и души и тела аромат простоты роскоши невинности соблазна в нем есть все аромат вне времени вне возраста вне конкуренции все парфюмы эйфория и также фланкеры эйфория они невероятно комплементарные этот легкий невесомый пудровый воздушный и очень-очень женственной обожаю его сейчас вот летом в июле в жаркую погоду он просто великолепен и так все пурф м это уже цитрусы это довольно таки бюджетный аромат и он невероятно схож с light blue от дольче габбана белоцветочный аромат с цитрусами и свежей пряностью он действительно очень схож с ароматом light blue такой же освежающий бодрящий позитивный идеальный экземпляр на жаркое знойное лето сейчас я его люблю с удовольствием ношу когда только я получила этот флакон я не дожидалась когда он постоит отдохнет я сразу начала им пользоваться и это конечно была моя ошибка потому что тогда он открылся не очень красиво он такой знаете плоский нашатырный аромат нашатырь в перемешку с русским лесом вот такой вот одеколонистый не очень красивый открывался он так как-то немножко удушлива но когда он постоял все-таки сейчас он звучит так как он должен звучать сейчас это великолепнейший аромат это охапка белый до белых цветов таких знаете ярких очень красивых цитрусовая цитрусовая растертые вместе с цедрой немножко сахара сахара совсем немножко практически его не слышно очень красивые есть горчинка нравится обожаю если сравнивать с light blue действительно не очень схожи если вы не хотите тратить больше денег потому что light blue обойдется где-то в районе 100 долларов этот довольно бюджетный и если их сравнивать они очень и очень похожи практически идентичны если тестировать с флакона они идентичны похожи когда я наношу на себя у меня холодный тип кожи тогда конечно это аромат один в один light blue тогда даже не стоит покупать но если вы не хотите тестировать этот аромат вы только поклониться light blue конечно это ваш выбор light blue также звучит великолепно но это бюджетная версия как я уже сказала и вдоль аура этот аромат я ношу летом но уже не днем это только на вечер только вечерний аромат пробовала днем днем немножко так звучит придавливающие немножко так давит а вот вечером вечером он красавчик вдыхая этот аромат я моментально вспоминаю мои любимые шоколадные конфеты это конфеты из молочного шоколада с соленой карамелью внутри невероятно вкусное сочетание молочный шоколад сладкая карамель и морская соль обожаю эти конфеты очень часто их покупаю они также есть и с черным шоколадом но черный шоколад мне нравится меньше а вот молочный шоколад конечно вау и вот этот парфюм ассоциируется у меня с этими конфетами и эти конфеты ассоциируются у меня именно с этим ароматом когда я только купила парфюм он ко мне пришел я открыла распылила и он мне понравился показался очень и очень знакомым сейчас я понимаю почему потому что ассоциируется у меня с моими любимыми шоколадными конфетками этот аромат подойдет очень многим женщинам если например взять 100 женщин девушек то 80 из них конечно скажет до этому аромату он не приторный в меру сладкий спокойный уютный нежный имеет пудровый оттенок очень красивый ненавязчивый когда я одевала его в жаркую погоду он конечно немного назойлив сразу слышно ваниль и кстати ваниль здесь заявлено как бы она главенствует в аккордах этого аромата но сейчас я распылю но вот когда только распыляешь нет ванили вообще если носить в жаркую погоду ваниль слышно уже в сердце парфюма если носить этот аромат в прохладную погоду например конец осени зима начало весны тогда ваниль будет слышно в базе не раньше верхних нотах и и не слышно я еще не знаю буду ли я покупать этот аромат в полноразмерном флаконе я еще не решила совсем недавно я купила и доль еще один полноразмерный флакон в свою коллекцию у меня еще тут не закончился и так как была скидка я решила почему бы и нет куплю еще один флакон поэтому и доль в оригинальной версии у меня в двух полноразмерных флаконах так как и доль аура и доль интенс по 25 миллилитров ну пока мне хватает и я пока наслаждаюсь вот этой малюткой если уже конечно мне он очень понравится осенью и зимой то придется повторить пока на данный момент а вот не хочется очень сладких ароматов я носила леви и бель им что вы думаете я поставила его обратно мой парфюмерный шкаф потому что этот аромат тяжеловат особенно когда повышенная влажность он не так звучит как хотелось бы а вот осень зима начало весны конечно он великолепен и очень комплиментарен и также и доль аура я думаю что осень зима и начало весны для него прекрасные времена года и томми геул нас уносит вновь к свежим ароматом ароматом чистоты и свежести это аромат ухоженной женщины он невероятно красив в самом начале вам может показаться что он прост но это вам только кажется попробуйте подойти к нему еще раз и еще раз и вы услышите глубокое звучание сложность заявленной композиции в состав аромата входит более 15 нот поверьте мне это немало когда я первый раз его протестировала он показался мне очень простым как бы лимонадик с дольками лимона с листиками мяты но немного позже протестировав еще раз я уже услышала здесь начало весны когда уже цветут деревья но еще погода меняется и ветер может быть холодным зябким и вот сочетание цветов и холодного ветра вот так он для меня открылся второй раз он играет это многогранная композиция очень красивая кстати очень жалко что этот аромат не так часто покупают он не очень востребован о нем мало говорят и если вы решите приобрести в свою коллекцию то вы принципе будете уникально благоухать потому что этот аромат он не у всех на слуху и как я уже сказала в магазине также его очень и очень редко покупают кстати хочу вас предупредить если вы решите носить его где-то в пяти распылениях будьте аккуратны а потому что он может вас придушить здесь вполне достаточно два-три распыления вполне больше не нужно я имею опыт когда я нанесла 5 распылений села в машину и поняла что ух ты это уже очень много а вот два-три распыления хорошо если захотите обновить течение дня почему бы и нет но если вы нанесете на волосы на одежду можете также можете даже не обновлять вам будь здорово принцесса видите кошка чихнула а значит правда хочу вас поблагодарить за то что вы были сегодня со мной провели это время со мной я так понимаю что у меня остается еще большое количество ароматов мне лучше доснять вторую часть нежели все вот включать сегодняшнее видео потому что видео будет очень и очень длинным если вам понравилось видео обязательно ставьте лайк мне будет очень приятно также подписывайтесь на мой канал и если вы еще не подписаны и до новых встреч на моем канале спасибо что были сегодня со мной пока пока